Сегодня у нас серия вторая, как обычно, 18 ОГО. Очень важные находки. Промерив шагами понравившуюся ему поляну, Острый Рог старательно прочертил на земле контуры своего будущего жилища. Оно должно было быть не только теплым, но и просторным, а поэтому требовало более чем основательного подхода к его постройке. Выкопанная в песке яма с конусно установленными над ней шестами и покрытая шкурами оленей, конечно, давала возможность сохранять тепло, но имела также и ряд существенных недостатков. Иногда весной, когда под лучами не по сезону жаркого апрельского солнца снежные сугробы начинали постепенно темнеть, в жилище появлялась вода. Вот так вот. Тонкие струйки ее медленно и незаметно стекали на пол, проникая под мягкие звериные шкуры, и безвозвратно губили уже немногочисленные оставшиеся после зимы продукты. Вода губит всегда. Вот так вот. Люди пригоршними и берестяными туисками выплескивали ее за порог, но все было тщетно. Пол постепенно превращался все равно в холодное грязное месиво и уже не мог, как прежде, служить им местом уютного ночлега. А человек постоянно гас в этой грязи, и всевозможные болезни, словно воспользовавшись этим событием, беспрепятственно проникали в жилище, коверкая и унося жизни наиболее слабых его обитателей. Все это в конечном итоге не очень-то и устраивало у острова Рога. Однако другой, более надежной конструкции он просто не знал. Не хватало знаний. Конечно, в отвесном берегу можно было выкопать и хорошую пещеру, но здесь не было отвесного берега, да и копать, собственно говоря, было пока еще нечем. Но решение оно пришло неожиданно. Он вспомнил обычный, ничем не примечательный на вид муравейник. Насекомые, построившие его, видимо, не случайно возвели свой дом над землей. И никакие морозы и паводки не нарушали их спокойствие на протяжении многих и многих лет. А это означало, что можно попытаться построить и для себя что-то подобное, этому муравейнику. Муравейки не дураки. Не вдаваясь в подробности жизни этих трудолюбивых и дружных насекомых, Острый Рог уже окончательно решил возвести необычное по тем временам крепкое деревянное жилище. Предполагалось, что параметры его как по ширине, так и по длине должны были составить не менее пяти шагов. Не менее. Стены, выполненные из уложенных друг на друга крепких смолистых бревен с наклоном к центру, должны были образовать невысокую усеченную пирамиду, верхним основанием которой являлся бы небольшой по величине потолок. Такая конструкция, она не будет мешать дыму беспрепятственно покидать это помещение. А человеку можно будет свободно перемещаться внутри своего жилища и не стукаться головой. Свои глины, слой с наружной стороны постройки, также мог бы стать надежной гарантией от дождей и зимних морозов. И тогда уже ни шальной ветер, ни коварный лесной пожар не смогли бы существенно повлиять на дальнейшую жизнь человека. На этой конструкции и решено было остановиться. И точка. Первая трудность, с которой пришлось столкнуться острому рогу, было полное отсутствие в его роще упавших, но пригодных для строительства деревьев. Липы, окружавшие выбранную им поляну, стояли твердо, и в ближайшее время падать они не собирались. Нет. Вот такие липы вокруг. Все здоровые. Небольшая дубовая роща также не порадовала столь желанным ему сейчас буреломом. И только на северо-востоке, на краю небольшого заболоченного озера, он обнаружил множество недавно поваленных елей. Сильный ветер, прилетевший со стороны черного ручья, словно заботясь об остром роге, аккуратненько уложил их комлями в сторону его поляны. Указав, куда падать, сэкономив тем самым значительное время для предстоящей постройки жилья. Судьба и в этот раз ему явно благоволила. Духи черного ручья простили меня, — думал острый рог, и на душе у него от этой мысли стало вдруг как-то легко и спокойно. Ведь вряд ли можно было объяснить простым совпадением, и полученный им каменный огонь стал богом, и уложенный, словно приготовленный к транспортировке стволы елей, как заготовлено, и многие другие, хотя и менее значимые события, произошедшие с ним за последнее время, как свыше дано. Острый рог сел на поваленное дерево, и мысли человека постепенно сосредоточились на приобретении необходимых ему инструментов для обработки и перемещения бревен. В их стойбище были два приличных каменных топора, вполне пригодных для сбивания не слишком больших сучьев. Для изготовления им подобных необходимо было иметь как минимум увесистый, поддающийся скалыванию кремниевый минерал, и прочный кожаный ремень, изготовленный из кожи убитого зубра. Из этого, хотя и очень неприхотливого набора, у острого рога не было ничего. Он знал, что нужные ему камни следует искать только на берегу ручья. И именно так он и поступил. Немного отдохнув, юноша решил обойти улежавший перед ним водоем, в надежде обнаружить протоку, которая и могла бы указать ему путь к ручью. Подойдя к воде, он двинулся по низине вправо, и вскоре действительно обнаружил небольшой ручеек, выбегающий из озера на север. Противоположный берег его был достаточно высоким и чем-то отдаленно напоминал горб огромного зубра. Ручеек огибал его, и, пробежав еще немного по заросшей ольхой низине, впадал уже приличный водный поток, идущий с юго-востока на северо-запад. Видимо, это и был тот самый ручей, что вытекал из озера, у которого он впервые познакомился с медвежонком. Однако здесь, несмотря на самые тщательные поиски, пригодных камней найти так и не удалось. Удрученный этим обстоятельством, острый рог продолжил свой путь вниз, по течению ручья. Но ведь было же ведь. Петляя меж корней огромных вековых елей, ручей становился глубже, полноводнее. И вот уже на дне этого водного потока начали появляться камени. Их становилось все больше и больше. И, наконец, в самом устье, где вода замедлила свой бег, столкнувшись с не менее мощным левым потоком, юноша, наконец, обнаружил целую россыпь разноцветных осколков кремния. Синие, красные, белые каменюки, словно выйдя из воды, погреться в лучиках теплого майского солнца, выглянули. Я на солнышке лежу. Они действительно безмятежно лежали на обширной песчаной отмеле и словно ждали нуждающегося в них человека. На, бери. И опять так. Острый Рог осмотрел их и остался довольным столь необходимой ему находкой. Он выбрал несколько из наиболее подходящих ему минералов и тут же попытался придать им соответствующую форму. Камни прекрасно откалывались при ударе. И острый Рог так увлекся этим занятием, что даже и не заметил, как стемнело. Все. Смеркалось. Угу. Решив не возвращаться в этот раз на Липовую поляну, чтобы с самого утра продолжить начать работу, он перебрался на противоположный, высокий левый берег ручья и стал готовиться к ночлегу. Место, выбранное им, удивительнейшим образом напоминало первый земляной горб. Солидный холм и редкие сосны, нависшие над местом слияния двух ручьев, вполне соответствовали более чем непритязательным требованиям острого Рога. Почва здесь, как и в Липовой роще, была сухой и теплой. И набрав охапку прошлогодней травы, которая в изобилии имелась по берегам обеих ручьев, он приготовил себе подстилку и, используя взятый с собой огненный камень, он разжег костер, шваркнул. Повторим? Получается! Спать не хотелось. И острый Рог сидел у огня и молча смотрел на желтые искры, улетающие к темному звездному небу, размышляя о том, чем бы ему утолить свой голод. Увлеченный обработкой камней, он совершенно забыл о своем желудке. И сейчас этот желудок настойчиво напоминал о себе. Булькает. И чтобы отвлечься от этих назойливых напоминаний, острый Рог стал смотреть на небо. Я не слышу его. И на какое-то мгновение оно вдруг неожиданно потемнело. Быстрая тень, закрыв собой мерцающие над головой звезды, бесшумно скользнула над вершиной деревьев и тут же исчезла. Исчезла? Что это? Быстрая тень. Фух! Сова! Он очень хорошо знал эту большую ночную птицу и даже где-то в глубине души завидовал ее удивительной способности все знать и отчетливо видеть все в темноте. Ведь все видит. Костер медленно догорал. Веки стали тяжелеть, и скоро вообще сомкнулись, оставив острого Рога во власти быстро чередующихся сновидений. А сова летает здесь. Она все увидит, наблюдает. Последнее, что он успел запомнить, был огромный жарящийся над костром кусок сочного кабаньего мяса. Разогретое сало скатывало с него в огонь и аппетитно шкварчало. Внезапно в сон человека вмешались какие-то посторонние звуки. Острый Рог открыл глаза и настороженно прислушался. У ручья, который и привел его в это прекрасное место, сначала послышался едва различимый шорох, а затем и раздалось чье-то негромкое хрюканье. Хм. Присмотревшись внимательнее, юноша увидел небольшое семейство кабанов. О, приснилось. Деловито ищущих что-то в прибрежной тишине. Хру-хру. Захру-хрукали. Шуршукали там. Предутренняя луна освещала их тучные тела. И если бы у острого Рога было копье, то сон его мог бы стать явью. Если бы. Да кабы. Он сидел на своей подстилке и ждал, когда окончательно уже расцветет. А что ему оставалось? Сон состоял уже в зените, когда острый Рог наконец закончил свою работу. Кремниевой длиною в полторы кисти его руки наконечник копья и увесистый по всем правилам сколотый камень для топора были готовы. Ту-ду-ту-ту-ту-ту. Готов был также и наконечник для остроги. Все готово. Все заготовлено. И он выглядел просто великолепно. Теперь осталось только лишь только тщательно закрепить его растопленной смолой на древке. И все. Сухой и достаточно тонкий шест нашелся сравнительно быстро. А вот со смолой пришлось изрядно повозиться. Найти и нашкрепсти ее с разлапистоели это только полдела. Нужно было каким-то образом еще и разогреть этот липкий комок на костре и не прилипнуть. Да так, чтобы он не сгорел и только чтобы расплавился. Попробуй угадать это. Еще и с костром. Затем удачно наложить смазанную им плоскую часть наконечника на специально подготовленное древко. Плотно прижать потом их друг к другу. И остудить. Только тогда получится надежная и столь необходимая ему острога. И она действительно получилась. Солнце еще не успело коснуться вершин деревьев, а острый рог со строгою в одной руке и заготовками в другой, не обращая внимания на мучивший его голод, уже уверенно шагал вверх по течению нового, бежавшего с юго-востока ручья. Предполагалось, что этот водный поток брал свое начало из того самого Журавлиного озера, с которым он познакомился ранее. Ну, так предполагалось. А оно так и оказалось. Угу. Встретив на своем пути еще один ручеек, вытекающий из уже известного заболоченного водоема, острый рог действительно вышел к Журавлиному озеру. Вот оно. Солнце уже садилось, когда он заколол своей новой острогой довольно приличную щуку и, обрадованный добычей, не торопясь, двинулся в сторону облюбованной им поляны. Вечерний сумрак постепенно сгущался. Подойдя к кострищу, острый рог аккуратно сложил все принесенное собой имущество и снова спустился к озеру за мокрой глиной. Затем, набрав достаточное количество веток, он неторопливо рожег костер и закопал под него уже обмазанную глиной щуку. Сейчас будет блюдо. Сейчас. Ночь полностью вступила в свои права, когда острый рог осторожно разгреб подернутые пеплом угли. Вот оно. Сейчас будет. И выкопал из-под них еще горячий глиняный комок. Разломив его навпоплом, он тут же почувствовал удивительный, ни с чем не сравнимый запах печеной рыбы. Забытый запах, а? И, едва сдерживая себя, он стал осторожно кусок за кусочком отламывать и класть в рот этот шедевер настоящего кулинарного искусства. А? Забыли? Щука была большая, но юноша, изголодавшись, съел ее всю, до последнего плавника. Наконец, насытившись, острый рог добрался до своей подстилки и проспал до утра без всяких лишних сновидений. Так и спал. Топор и копье Клочья утреннего тумана давно уже растворились в прохладном и чистом воздухе, когда острый рог вновь открыл глаза. Костер давно погас. Рыба оказалась съеденной, но настроение у человека было более чем прекрасным. Что ему еще надо, а? И он поднялся со своего ложа и неторопливо начал собирать хворост, одновременно обдумывая всевозможные варианты крепления копья и топора. Топор был ему сейчас более необходим, и поэтому все мысли острого рога постепенно сосредоточились именно на нем. Топорик надо. В их стойбище, как уже упоминалось ранее, были два прекрасных кремниевых топора, каждый из которых представлял собой специально подобранный обломок твердого камня, прикрепленный к рукоятке добротным кожаным ремнем. Примотанный. Это были надежные орудия труда, и без них не обходилась ни одна серьезная стройка. Для жителей стойбища они всегда представляли огромную материальную ценность, и поэтому пользоваться такими предметами доверялось далеко не каждому человеку. И далеко именно такой топор и пытался сделать острый рог. Уперся своим рогом. Он пытался сделать из принесенного им крупного осколка минерала. «Будет топор!» Приличная охапка сухих веток уже лежала рядом с кострищем, когда юноша, все-таки решив ее немного дополнить, в очередной раз отправился в рощу. Теперь он зашел значительно дальше от своей поляны, надеясь обнаружить там приличные запасы хвороста, так необходимой ему для дальнейшей и трудной работы. А вот и знакомый дуб, у корней которого он еще совсем недавно собирал желуди. Исплетенная им косичка, все так же, как и прежде, висещая на дереве неподалеку здесь. Ирис. Хм, стоит дуб дубом. Стоит. Ему снова вспомнилась ирис, но мысли о ней вдруг прервались и вновь вернулись к косичке. Это ближе к телу. Угу. Взбудораженное сознание его фиксировало для себя что-то очень и очень важное. Но он пока не знал, что. Так как же я раньше не догадался? Ведь эта косичка не только не уступит, но и многократно превзойдет по прочности любой кожаный ремень. М? Мысленно воскликнул острый рог и, оставив сбор хвороста, немедленно приступил к заготовке конопли. М? Находка! Прошлогодние стебли ее теперь были едва различимы на фоне молодой травы. И, опоздая он еще хотя бы на неделю, то мечта о копье и топоре возможно так и осталась бы несбыточной мечтою человека. Сейчас все складывалось совсем по-иному. Сероватые длинные стебли постепенно собирались в пучки. Те, в свою очередь, становились охапками уже. И к вечеру высокие копны этих волокнистых и нужных растений уже возвышалась на краю знакомой ему поляны. М? Какая коса! Раскладывать коноплю на просушку уже не было сил, но острый рог, превозмогая усталость, все-таки заставил себя спуститься к журавлиному озеру и вытащить из воды несколько приличных лещей. Пойманная рыба вскоре утолила его голод, и на следующее утро, выспавшийся и отдохнувший, человек вновь принялся за работу. Вновь и вновь. Тонкий слой уложенных полосами растений постепенно покрыл не только свою, но и соседнюю с ней поляну. Масштабы Ага, изменив до неузнаваемости знакомый и понятный пейзаж здесь, но вкруги-то. Весь день солнце своими жаркими лучами сушило эту столь необходимую острому рогу траву, а сам он занимался сначала поиском, а затем и обработкой будущих дубовых рукояток. На это ушел весь день, пролетевший так незаметно, будто бы он был вдвое короче прошедшего, и казалось, что именно из-за этого человеку так и не удалось закончить свою работу. Вот именно из-за этого. Справа от Журавлиного озера, если спуститься к нему со стороны липовой рощи, рос густой и еловый лес. На следующий день, еще до восхода солнца, острый рог уже бродил меж его мощных покрытых бурой корой стволов и кремниевым скребком соскабливал липкую смолу там. Набрав довольно приличный комок, он по знакомому ручью вышел к Журавлиному озеру и, накопав там вязкой синей глины, вернулся на свою поляну. Будет, есть смола. Солнце уже выглянуло из-за вершин деревьев и нужно было поторопиться. По технологии, разработанной еще его предками, необходимо было место соединения сначала залить горячей смолой, а затем крепко-накрепко прижать и прикрутить ремнем каменный наконечник в деревянной рукоятки. Именно так. Веревку, как альтернативный вариант ремня, Острый Рог надеялся сплести уже к вечеру, когда солнце окончательно просушит растеленную коноплю. А сейчас нужно было немедленно приступить к изготовлению горшка для разогрева имеющейся у него смолы. Это было совсем нетрудно, и в его стойбище такую работу умел делать каждый. Нужно было только вылепить из глины, смешанной с песком в определенной пропорции, необходимую по величине емкость и тщательно просушить ее на солнце. Когда изделие просохнет, следует положить его в огонь и греть до тех пор, пока оно не приобретет тот же цвет, что и угли горящего костра. Казалось, что простота изготовления и наличие всех необходимых компонентов позволят быстро закончить эту несложную работу. А не тут-то было. Ага. Синяя глина, как оказалось, существенно отличается от желтой. Совсем не та. И острый рог долго возился, смешивая ее с песком, прежде чем получил долгожданный и обнадеживающий результат. Теперь горшок стоял на поляне и медленно просыхал. Хайсохне, подставляя при посредничестве изготовителя то один, то другой бок горячему майскому солнцу. Конечно, для будущего хозяйства были бы необходимы и еще несколько таких горшков, но заниматься их изготовлением сейчас ну просто не было времени. Поэтому, отложив последующие гончарные работы на будущее, он поспешил к соседней поляне, где еще со вчерашнего дня сушилась столь необходимая ему конопля. Увиденное острым рогом зрелище и обескуражило и рассмешило его. По поляне по столь драгоценной для него конопле бесстрашно бродил уже знакомый ему медвежонок и интенсивно разбрасывал аккуратно уложенные для просушки серые стебли растений. Мои снопы! Ай, тоже мне помощник нашелся, да? Ба! Иди ты! Возмущенно подумал острый рог, но тут же улыбнулся. Лучше бы за медом слазил, а с коноплей-то я уж как-нибудь сам разберусь, без твоей водмежьей помощи, м? Водмежья ты, услуга! Эту траву действительно пора ворошить, но как-то это у тебя получается очень-очень неуклюжа, слышишь ты, водмедь? А-а-а! Слышишь? Грумкое хлопанье в ладоши отвлекло водмежонка от столь увлекательнейшего занятия, и он недовольно посмотрел на человека и нехотя побрел в лес. Постоянно оглядываясь, словно надеясь, что Острый Рог уйдет с его места поляны, а он с прежним интересом продолжит свою игру. Однако Острый Рог не уходил, и косолапый, бросив последний недовольный взгляд на человека, неторопливо скрылся за деревами. Иди, иди, там где-то муравейник есть, давно ты в нем не копался, иди, слух произнес Острый Рог, но от этих слух ему вдруг стало грустно почему-то. Видимо, от того, что медвежонок был тем единственным существом, с которым здесь вообще можно было поговорить, хотя и в одностороннем порядке. Повооружив, а точнее поправив разбросанную медвежонком коноплю, он набрал немного окончательно просохших, готовых к обработке стеблей, и чтобы не терять время, тут же приступил к изготовлению волокна. В первую очередь ему было необходимо найти или изготовить приспособление, с помощью которого можно будет последствия хвостать эти серые прошлогодние стебли, что он и сделал после непродолжительной, но довольно трудной работы. «Будем хвостать хвосты, а? Захвостаем!» Две добротных дубовых сука с рогатинами о концах были основательно воткнуты в землю и соединены между собой не менее добротным шестом из такого же крепкого дубового материала. Теперь элементарное трепальное устройство было полностью готово к работе. «Еще потрепаем!» «Угу!» И не прошло и полчаса, как имеющийся запас конопли неожиданно подошел к концу. «Все вытрепали!» «Вытрепали!» «Вот такая вот трепалка!» Перед острым рогом теперь лежало мягкое и пушистое волокно, которое он тут же закрепил на ближайшем пне и стал старательно превращать его в нитки. Пряжа была грубой и неровной, но это нисколечки не смущало человека. Лишь бы крепкой была. И не шорхать их по дереву, а? Он трепалка! Главным критерием все же являлась ее длина. И самое главное прочность. А что до внешнего вида, то это было уже неважно, тем более, что он и не знал, как она должна была выглядеть при правильной обработке. Работа оказалась нудной и кропотливой. Однако, благодаря своей усидчивости и неуемному желанию как можно быстрее иметь копье и топорик, острый рог уже к вечеру закончил этот первый и, наверное, самый трудный этап нового технологического процесса. Теперь из полученной им пряжи необходимо было сплести тонкие длинные косички, что удалось ему сделать довольно быстро. Не успело еще и окончательно стемнеть, как в руках у человека уже была длинная крепкая веревка, вполне недостаточная для изготовления копья. Он повесил ее на дерево и долго с гордостью за самого себя любовался полученным результатом, придумывая все новые и новые варианты возможного использования столь необходимого и нужного в хозяйстве предмета. И, увлекшись новым делом, юноша совершенно забыл об еще одной, не менее важной, но такой незаконченной им работе. Глиняный горшок, уже давно просохший на солнце и чисто случайно оказавшийся теперь в поле зрения острого рога, поубавил уровень гордости последнего и заставил немедленно разжечь огонь. Немедленно! Горшок, установленный в самом центре костра, постепенно краснел и только где-то под утро приобрел цвет настоящего раскаленного угля, что говорило об окончательной готовности этого теперь уже прочного глиняного изделия. Засыпая, человек так и оставил его в гаснущем костре для постепенного охлаждения, чтобы, проснувшись, наполнить эту емкость, приготовленную ранее смолой. Короткая майская ночь закончилась. Догоревший костер, обнажив свои потухшие черные угли, уже не дымил. Однако глиняный горшок был еще теплым. Острый рог поднялся и принялся за работу. Ему пришлось вновь пойти в лес, набрать необходимое количество хвороста и, разведя новое пламя, ждать, пока угли снова станут красными, а уже затем ставить на них свое глиняное изделие, предварительно наполнив его смолой. Вскоре она расплавилась и закипела. Острый рог взял древко копья, окунул его одним концом в смолу и приложил к нему тяжелый каменный наконечник. Конопленная веревка многократно и крепко обвила место соединения двух предметов и замерла, приклеившись к просмоленному древку. На века и копье было действительно фактически готово. Ему оставалось только остыть для полного отвердения смолы. Острый рог поставил его в тень дерева и вплотную занялся топором. Прежде всего необходимо было изготовить новую конопляную веревку, так как старая вчерашняя полностью была израсходована, и поэтому он вновь принялся за знакомое ему дело. И это заняло весь день, и только лишь к вечеру, когда уже звезды полностью завладели потемневшим небом, вступили свои права. Топор был окончательно готов, со звездочками. Теперь он полностью был похож на те каменно-деревянные изделия, которыми до сих пор пользовались люди его стойбище. И острый рог прекрасно знал, как следует обращаться с этим тяжелым и острым предметом. На то он и есть острый рог. Конструкция изготовленного им топора была удивительно похожа на большой гриб с крупной коричневой шляпой, роль которой выполняла прочная кремниевая пластина, а ножкой служила твердое дубовое топорище. Вот такая шляпа. Теперь, являясь обладателем столь необходимых ему предметов, он был по-настоящему счастлив и спокоен. Вот оно, топорик. Ведь получилось? Острый рог понимал, что одинокий, да к тому же и безоружный человек в лесу, он обязательно станет чьей-то легкой и желанной добычей. И все эти дни надеялся только лишь и только лишь на удачу. Да и свой не очень-то внушительный жизненный опыт. А теперь, теперь все изменилось. Все. Опыт как помножился. Из потенциальной легкой добычи острый рог неожиданно для себя уже сам превратился в серьезного и вооруженного охотника. Еще и с топориком, а? Вот что делает топорик. Изготовленный с таким старанием копье теперь не только сможет защитить человека от всевозможных хищников, но и самому позволит удачно охотиться на этих коварных и сильных животных. Угу. Все. Я не добыча. Нет. Все. Хватит. Теперь вы моя добыча. Ага. Слышите? И тяжелый каменный топор даст возможность человеку построить для себя надежное и теплое жилье, которое полностью оградит его не только от холода и дождя, но и от любого нежелательного контакта с этой непредсказуемой окружающей средой. И вот с этими счастливыми мыслями острый рог незаметно для самого себя и уснул на своей мягкой и теплой подстилочке вместе со своим топориком в обнимочку. Ага. Дождь. Высокая стройная береза дрогнула и стала медленно клониться к земле, уверенно подминая под себя более мелкую молодую порсль. Каменный топор еще раз с силой вдарил по стволу и окончательно отделил его от корневища. Вот так. Кто здесь хозяин? У кого есть топорик? Ага. И острый рог разогнулся и тыльной стороной ладони вытер под солба. Полуденное солнце жгло невыносимо, однако работа она продолжалась. Три десятка отличных шестов, очищенных от сучьев и с обробленными макушками, уже лежали на краю поляны, отчетливо выделяясь своей белоснежной корой на фоне зеленой травы. Теперь их было вполне достаточно для сооружения временного летнего жилища. Оставалось только лишь установить эти шесты конусом и покрыть слоем еловых веток так, чтобы ни дождь, ни ветер не смогли проникнуть внутрь этой постройки. Мысль о строительстве такого вида сооружения, она способна послужить ему временным убежищем в летнее время. Она возникла давно, мысля эта. Острый рог понимал, что хорошая солнечная погода не может длиться вечно, и рано или поздно ему все-таки придется где-то укрываться от непогоди, до тех пор, пока не будет закончено основное капитальное строительство. Надо и пора быть. Конопля, уже полностью просохшая, также требовала соответствующего хранения. Да и самому ему было бы намного уютнее ночевать в добротном зеленом шалаше, а не под открытым небом, со звердочками, сложив в него свой немногочисленный, но жизненно важный скарб. К полудню березовый остров уже уверенно возвышался над поляной, и для завершения постройки оставалось только лишь основательно покрыть его лапником сверху. В этот раз острый рок решил отправиться за ним на левый берег журавлиного озера. К журавлям пойдем, где издалека он видел прекрасные еловые заросли, спускающиеся к самой воде. М? Поделитесь? Путь этот был ненамного длиннее, чем в сторону того заболоченного озера, за которым находился первый земляной горб. Да и желание обследовать еще неизвестную ему территорию выглядело очень заманчиво. Очень даже ничего. Поэтому, немного передохнув и взяв с собой топорик, он неторопливым шагом двинулся на запад и вскоре спустился в низину с небольшим ручейком, впадающим в журавлиное озеро. Преодолев это препятствие, человек оказался на возвышенности, которая по красоте и обилию растительного мира она ничем не уступала тому месту, где он еще совсем недавно решил обосноваться. Ну, совсем. Огромные заросли лещины казались бесконечными, и не нужно было обладать большой фантазией, чтобы представить, сколько орехов здесь можно будет собрать осенью. Ага, этого урожая вполне бы хватило для того, чтобы прокормить всех жителей их стойбища. Такой-то орешник. Даже при условии, что они круглый год будут питаться исключительно только и только этими полезными и вкусными плодами. Кусты и рги, также довольно часто встречающиеся здесь, хотя и не могли служить серьезным источником питания, однако как приятно жарким летним днем положить в рот эти темно-красные отдающие синевой ягоды, ощутив их ни с чем не сравнимый, сладкий и немножечко терпкий вкус. И напился. Небольшие по размерам поляны, расположенные к западу от Журавлиного озера, были сплошь покрыты малинником, а с северо-восточной стороны землю укрывал прекраснейший вечно-зеленый ковер, спускавшийся к самой воде. Иди только, постелена. Встречающиеся повсюду темно-зеленые кусты брусники они говорили о том, что еще до наступления осени здесь появятся и многочисленные тетеревинные стаи. Охота на дичь обещала быть удачной. А это, в свою очередь, означало, что холодной долгой зимой можно будет иногда полакомиться их вкусным и нежным мясом. Тетерева. И еще. На самой возвышенности он обнаружил никогда не виданные им деревья, которые острый рог сначала принял за сосны. Но они не были таковыми. Не сосны это. Огромные прошлогодние шишки, найденные у их корней, полностью подтверждали это неожиданное для него открытие. Ну, такие же, но только гораздо больше. Совсем не та сосна. Хм, смерека. Двигаясь далее на запад, острый рог заметил небольшой ручеек, текущий со стороны черного ручья. Проделав свой недолгий путь, он незаметно впадал в более глубокий и полноводный поток, стремящийся в сторону уже известного Журавлиного озера. По берегам его, сплошь покрытым кустарником, буйно росли костяника, голубика и колкий, но полезный шиповник. В определенное время года здесь, судя по всему, растет и великое множество грибов, которые можно будет в дальнейшем включить в свое собственное, хотя и не очень разнообразное меню. Казалось, место, которое он только что обследовал, содержало все известные блага, дарованное природой человеку. Ну, все было, все. Острый рог, в очередной раз мысленно поблагодарив духов черного ручья, в прекрасном настроении вернулся на свою поляну с охапкой зеленых еловых веток. К сожалению, их оказалось явно недостаточно. Ему пришлось еще неоднократно посещать это прекраснейшее место, прежде чем работа наконец была уже полностью завершена. Закат солнца острый рог наблюдал уже стоя у готового шалаша. туп 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 перемена погоды больше не пугала его, все, да и значительно спокойнее было спать под плотной зеленой крышей, ощущая собственную, хотя и виртуальную защищенность от внешнего мира. Следующие несколько дней ушли на выделку конопли. Коноплю будешь? С рассвета и до заката, похожая на крупную пыль, серая костра постоянно клубилась в воздухе и медленно, словно нехотя, оседала на теплую землю. Порывы ветра подхватывали ее и разносили по всей поляне, придавая молодой изумрудно-зеленой траве своеобразный сероватый оттенок. М? Серая костра. Количество мягкого светлого волокна, заботливо складируемого в новом временном жилище, постепенно росло, и, наконец, почти целиком заполнено весь шалаш. Острый рог облегченно вздохнул. передохнул и выдохнул. И торжествующе посмотрел на небо. На этот раз оно уже не было таким безоблачным, как несколько дней назад. Тяжелые свинцовые облака медленно плыли над вершинами деревьев. И было абсолютно ясно, что дождя уже не миновать. ветер постепенно усиливался, и ночью сквозь сон острый рог услышал, как первые тяжелые капли ударили по еловой крыше его жилища. Кап, кап. Но не проникнули внутрь, отскочили, а затем медленно стекли вниз по надежному и плотному лапнику. А к утру дождь только усилился. Равномерный, убаюкивающий, шорох падающих капель словно преднамеренно продлевал сон уставшего от повседневных забот человека. Острый рог, сам того не замечая, в этот раз проспал аж до самого обеда. Все проспал. Выходить из убежища в такую погоду ой, как не хотелось. Но голод настойчиво напоминал о себе. Угу, опять там забулькало. Захватив Острогу, он решительно выбрался из своего уютного жилища и отправился к озеру в надежде добыть там уже привычную ему пищу. Журавлиное озеро потемнело все, и небольшая рябь, вызванная его западным ветром, была отчетливо видна на всем его пространстве. И ни одного журавля тебе. Угу, журавлиное озеро. Рыба уже не плескалась, как это было еще совсем недавно. И даже утки, словно напуганные ненастьем, куда-то исчезли все с его волнистой водной поверхности. Где вы, кряковы? Простояв понапрасну у знакомой заводи, юноша медленно побрел вдоль берега в надежде, что и в этот раз ему немного повезет. И, к счастью, он не ошибся. На мокром песке, шагах в тридцати от того места, где острый рог ранее промышлял острогой, он с удивлением обнаружил нескольких болотных черепах. А? Медленные? Не убежали? Видимо, сложившаяся погода их не пугала вовсе. У них вон какой домик, а? На себе носят. И дождь, стучавший по их крышам, по панцирям, только бодрил эти редкие и неуклюжие создания. Того же любят слухать? Ага. Тоже засыпайте? И, подобрав их, острый рог вернулся в свой шалашик и весь оставшийся день посвятил изготовлению пряжи. Второй и третий день были заняты той же работой. Неровные, но прочные нитки постепенно сматывались в клубки, и к исходу четвертого дня эти светлые мягкие шары уже степенно лежали под крышей построенного им жилища. Для завершения основной части работы теперь было необходимо сплести из них тонкие и крепкие веревки, которые в дальнейшем по мере необходимости могут пойти на изготовление длинных и прочных канатов, столь необходимых в каждом приличном хозяйстве. Дождливая погода еще не закончилась, и плетение конопляных веревок не сильно отвлекало острого рога от других занятий. Иногда даже делало его и участником новых, интересных событий. Вот однажды уже под вечер, когда дождь усилился и превратился в сплошной бушующий ливень, он в очередной раз решил испытать свое счастье и полакомиться медом. Познакомимся. Погода вполне соответствовала такой затее, и поэтому, взобравшись на давно присмотренную сухую липу, он сунул мокрую от дождя руку в дупло и, схватив, что смог, быстро вытащил ее обратно вместе с содержимым. Пчелы, не ожидавшие такой наглости, ограничились только лишь несколькими укусами, но преследовать грабители они не решились, принимая во внимание сложившиеся метеорологические условия. Угу. Как полететь по такому ветру с дождем? Таким образом, острый рог, почти не пострадавший схватки с насекомыми, стал полноправным обладателем увесистого куска сот, наполненного до краев вкуснейшим и сладким медом. Где ты, медведь? Ведаешь медом? Хе-хе-хе. А я могу и поделиться. Ага. Вон сколько у меня есть, смотри, эх, сколько! Однако на этом медовое приключение оно не закончилось. Тоже ведаешь медом? А? Еще тот медведь. На следующий день, когда дождь ненадолго стих и в разрыве туч вновь показалось солнце, чуткий слух человека уловил снаружи какой-то шорох. Остый рог выглянул из шалаша и, затаив дыхание, замер. Под липой, где еще вчера он так удачно разжился медом, деловито бродил знакомый ему медвежонок. Мед ведь. и что-то увлеченно разыскивал, шуршукал в примятой им траве. М? Ведаешь? Медом. Затем, видимо, не найдя достаточного количества меда, он поднял голову и стал принюхиваться. из дупла, где острый рог недавно уже похозяйничал, устойчиво доносился этот завораживающий запах его любимого, но пока еще недоступного лакомства. Я еще поведаю этим медом. В-о-о-о! Не в силах противостоять этому соблазну медвежонок стал неуклюже карабкаться по стволу, все ближе и ближе к меду, подбираясь, к такманившему ему отверстие. Наконец косолапому это удалось, и нос его тут же оказался в дупле, тут же. Пчелы, еще не забывшие о вчерашнем происшествии, дружненько взлетели, роем, и с характерным жужжанием опустились на проникшие к ним в дупло инородное тело. «Угу, куда лезешь?» И медвежонок рявкнул от боли, и, моментально достигнув земли, с громким визгом бросился в сторону Журавлиного озера. Зашвыркал пятками, все, больно. Познакомился с медом, а? Ведаю. Пчелы, пользуясь летной погодой, они дружно последовали за ним. Жу! Но скоро вернулись, охладив свой пыл водными брызгами, интенсивно вылетающими из-под лап обезумевшего от страха и боли медвежонка. Острый Рог, наблюдая эту картину, он смеялся так, как не смеялся никогда в своей жизни. Хе-хе! Аж слезы пошли! Соты с медом ему все-таки пришлось поместить в горшок, который он, к счастью, успел сделать еще до начала этого дождя. До начала. А запах-то остался, да? Ага. Потому и пришел мед-вет. Ведь он ведает медом. Я еще прикрыл большим лопухом и повесил на дерево с таким расчетом, чтобы этот мед-вет, медвежонок, при всем желании не смог до него добраться. Ага. Высоко висит. И пахнет медом. А второй, очень хорошо запомнившийся ему случай, произошел за день до окончания дождливой погоды. Острый Рог сидел в шалаше и плел очередную конопляную веревку, когда вдруг где-то неподалеку раздался глухой, леденящий душу рев, приближающегося зверя. И через некоторое время он повторился, этот рев. И уже совсем близко раздались чьи-то тяжелые шаги. А потом все стихло вдруг. И острый Рог осторожно выглянул из своего убежища и остолбенел на месте. В нескольких шагах от шалаша стоял огромный тур с налитыми кровью глазами. Затем он опустил голову и, поддев пень, который часто пользовался острым Рог, для приготовления пищи, и, видимо, сохранил еще запах крови, он вырвал его из земли. Зрелище было просто ужасным. Но, к счастью, ветер дул со стороны зверя, и он не почувствовал запах человека. И через какое-то время удалился. Все. И острый Рог еще долго боялся даже пошевелиться. Сидел в своем убежище и, цепенея от страха, вслушивался в давно уже безопасную тишину. Он прекрасно понимал, насколько в данной ситуации призрачно была его эта защита, состоящая из хрупких шестов и веток, по сравнению с туром, а? Такая глыба. Это понимание еще раз подтверждало правильность его решения. Построить, несмотря на все трудности, капитальное и безопасное жилье. Юноша отлично помнил, как несколько лет назад точно такой же тур бродил по их стойбищу, с поразительной легкостью разваливая такие же хлипкие деревянные строения. Что ему тот пень? И с ревом гоняясь за их перепуганными обитателями. Ночью, под впечатлением произошедших событий, острый Рог почти не спал и задремал лишь только под самое утро, когда уже серело. Дождь прекратился, и в небе, еще не полностью свободным от туч, ярко засияло солнце. Над мокрой землей медленно поднимался пар. И человек вышел из своего жилища, взял топор и, не торопясь, отправился в сторону первого земляного горба. Там, на берегу мелкого заболоченного озера, давно уже ждали его предназначенные для стройки деревья. КОНЕЦ КОНЕЦ Восемнадцать ого Выходит у нас новая серия «Каждый божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. «Старичок, заходи на пикничок. Каждый божий день в восемнадцать ого. Не пропустите». «А на сегодня шо?» «А на сегодня все. Покедова. Споки-ноки. Чпоки. Ага».